Привет уважаемый зритель! Что ты сейчас видишь? Всего лишь скромно прислоненный в гаражной двери некий объект, который представляет собой лопату приспособленную для перемещения на спине. Из чего она состоит? Лопата, сразу скажу, женского размера. Представляет собой штык от малой пехотной лопаты, насаженный на ручку, которая обрезана до общей высоты вот тут вот 112 сантиметров. Примерно соответствует высоте сложенных на лопате рук, находящихся на уровне груди женщины среднего роста. Чем еще отличается эта лопата от штатного исполнения малой пехотной лопаты? К ней изготовлен вот такой вот чехольчик из линолеума, который изнутри пропитан отработанным маслом. Ну и сделаны петли для того, чтобы можно было переносить лопату или даже перевозить. Вот тут есть специальный съемный вывинчивающийся штырек. Как он устроен? Ну вот могу показать на примере вот этой пары. Имеется там корончатая гайка, которая забита с вот этой стороны в древко. И чтобы она не выпадала, прихвачено это все отрезком велосипедной камеры. Через отверстие, в которой вкручивается и выкручивается рым вот такой вот болт. Ну а для того, чтобы можно было эту штуку снимать и вынимать, вот здесь имеются карабины самые обычные. И все это дело можно аккуратненько, в общем-то, как переносить на спине, так и снять. Для того, чтобы лопата не мешала при копании. Рым ориентирован к вот этой стороне, которая к себе находится. То есть, в принципе, даже можно рым-болт не выкручивать, просто снять веревку. При переноске-перевозке, ну лопата показала себя вот тут, тут расстояние 600 миллиметров. Значит, достаточно устойчивым объектом. С ней можно ездить на велосипеде, если не бояться травм, возможных при падении. Ручка лопаты имеет, почему черный цвет? Значит, это специальная обработка, попросту обычная древка у лопаты обжигается на огне, на костре и потом натирается и пропитывается парафином. Вот тут вот выполнена небольшая шишечка. Но это не для того, чтобы сексуальное удовлетворение получать, а для того, чтобы удобнее в руке было ее держать. Из дальнейших усовершенствования, что предлагается. К сожалению, не выполнено пока, но тут намечено. Сделать смайлик из инкрустированных там каких-нибудь головок велосипедных спиц там и медной проволочки. Ну а здесь год, собственно говоря, производства выполнен. Вот такой вот подарок уже в нескольких экземплярах. Но ура принимается женщинами самого разного возраста и социального происхождения. Очень многих он спас от затяжной хронической депрессии. Рекомендую для нашей депрессивной Украины использовать вот такие вот опыт борбы с депрессником. Спасибо за внимание. Далее буду.